Доброго времени суток, с вами по прежнему Арталаски. И после недельного отпуска я снова возвращаюсь в активный ритм с новыми силами и новым ПК, который был подобран, куплен, собран и настроен и уже готов к работе. Кстати, это видео я записываю как раз таки с него. Собрать этот ПК мне помог мой хороший друг, которого я также притащил на ютуб и будет очень круто, если вы поддержите его подписками и прочей активностью. На своем канале он затрагивает тему обзоров железа, в особенности сборок компьютеров и их тестов. Если вы хотите подробнее узнать про эту сборку, то смотрите видюшку на его канале. А я пока отвечу на один немаловажный вопрос, который мне очень часто задавали. Какой компьютер нужен для создания игр? Ну и если вы бессмертны, или у вас стальные яйца, сойдет и обычный ноутбук. Нет, я серьезно, обычный мать его ноутбук. Если вы уже смотрели видео, в котором мы собирали новый ПК, то наверняка помните мой Asus K53s. Было очень неожиданно, что у некоторых подписчиков тоже на вооружении состояла эта машинка. Если ваша цель создавать мобильные игрушки или 2D платформеры, ну в общем что-то простое, вам хватит и его. Например, Hard Room был создан именно на нем, а Shut Up and Dick и вообще на полуживом динозавре. Кстати, он сгорел. Кто-то из вас скажет, мол, ну и хорошо, на слабом ПК будешь лучше оптимизировать игру. Нееет! Почитать количество кадров в секунду и нагрузку на систему можно и с помощью специальных средств, а не подобными извращениями. А вот ждать по 10 минут, пока загрузится программа или скомпилируется билд для теста, это просто неоправданная потеря времени. С более сложными играми, использующие 3D технологии, все гораздо печальнее. Там и полигоны, какие-то и обработка света, и всякие трюки с физикой, шейдерами. И это только моменты из Юнити, к примеру. А вот создание 3D моделей в 3D Max или Zibberish, которые открываются через раз примерно за 12-15 минут. Но в моем случае обычно это было минут 10 ровно. Высоколебогональное моделирование или цифровой скульптинг, запекание карт и, о боже, рендеринг. Можете вообще забыть про это. Это такие лаги, это постоянные вылеты на рабочий стол, зависание компьютера и нехватка памяти, как оперативной, так и физической. Ибо текстуры и высокополигональные модели весят совсем немало. Поэтому меньше, чем на 8 гигов оперативки и 1 терабайта обычной памяти даже не заглядывайте. Рано или поздно все равно психанете и докупите еще. Особое внимание советую обратить на процессоры, ибо всевозможные вычисления лежат на нем. Здесь все просто. Чем лучше, тем лучше. Но про все эти тонкости вы подробнее узнаете на канале Hardguide. Это его тема, и он специально сделал видео по сборке моего ПК, который мы создавали специально для создания игр, то есть специально для геймдева. Ну а я хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал этот канал и продолжает поддерживать. И хоть была собрана половинная сумма, я все равно начну раздачу подарочков всем поддержавшим. Напоминаю, что там набор 2D графики для платформера и 3D моделька снайперской винтовки. Чтобы получить подарочки, вступите в группу по ссылке в описании, так как лимиты ВК не дадут мне написать каждому из вас лично. Поэтому я публикую пост ссылками прямо в группе в этой специальной теме. Итак, между делом хочу напомнить, что у нас уже более 35 тысяч человек, а это больше любого паблика ВК по созданию игр. Но на этом останавливаться не будем, и до моего дня рождения постараемся набрать 50 тысяч подписчиков. Однако для этого мне необходимо добавить несколько новых тем для привлечения новой аудитории. Поэтому неокончательный список тем на канале сейчас выглядит следующим образом. Пиксель-арт никуда не денется и продолжить развиваться с новыми темами и стилями. Создание 3D моделей, тут я скорее всего выберу одну конкретную нишу, а вот какую еще предстоит решить в группе ВКонтакте. Создание игр на Юнити, а в частности хочу сделать упор на Ultimate FPS, Corgi Engine и парочку других интересных ассетов. Рисование иллюстраций для игр относительно новая тема на канале. Ранее я делал спидпейнт по Warface, но теперь есть желание делать иллюстрации не только для популярных проектов, но и сделать серию уроков для начинающих, которые хотели бы сами рисовать контент для игр не только в пикселях. Ну и конечно же моддинг, не знаю почему раньше я этого не делал, но вот так подумал и решил, что создать игру самому довольно сложно и долго, а вот создать крутой контент для существующих игр вполне по силам каждому. Для начала остановимся на скинах для CSGO и моделек для Dota и конечно же Rasta. В ближайших планах выпустить несколько обновлений для конструкторов фонов и закончить работу над конструктором персонажей. Да-да, я его действительно делаю. После этих двух проектов было бы круто сделать онлайн игру вместе с вами, но об этом уже попозже. Что же, если вам понравилось это видео, подписывайтесь и ставьте лайк. Вступайте в группу вконтакте для получения подарков и заглядывайте сюда почаще. С вами был Арталаски, до завтра! Субтитры сделал DimaTorzok